Добрый вечер! Мы же с вами болеем за разные команды. Я думаю, от предыдущей игры эти соперников все получили большое удовольствие. Я надеюсь, что сегодня нам не придется об этом жалеть. Аяк силен. Аяк сейчас очень силен, как-то вот так вот все совпало. И теннинская мудрость, и задор игроков. В общем, есть на что посмотреть. В последнее время пассажир набрал очень хорошую форму. В общем, полностью соответствовал своему гордому названию. Это же, в конце концов, Фарис Энджер Менджер. А никакая другая команда. Да, играет здорово. В последних матчах ничего не скажешь. Нарушение правил. Штрафной. Так. Гребет проверочка на точность удара. Все-таки бить он решил. Такой момент, такой момент и такая расхлябанность. Я не виню защиту, потому что все для них происходит слишком быстро. А еще потом они скажут, да мы знали, что он не забьет. В последних матчах к воротам этой команды просто невозможно подступиться. Это просто не ваталь, а какой-то пояс девственности. И он таким устрашающим образом действует на игроков атаки, что они буквально тушуются перед ним. Удивительно. Рефери дает право на штрафной удар. Давид Луис. Матуди. Интересное продолжение. Выноси его. Не хотел бы я быть вратарем в этой команде, потому что работа у меня была бы скучная. Делать за спиной этой обороны порой просто нечего. Ну да, вратарем с одной стороны не позавидуя, с другой стороны, конечно, он чувствует себя достаточно спокойно. Но главное, что вот когда такая сильная оборона, нужно все-таки все равно быть на чеку. Потому что опасности они везде входят. Верси. Матуди. Максвелл. Отличный пас. Угловой. Замечательная подача в развитии атаки. И они выбивают мяч подальше от ворот. Четкая, организованная игра. В шале. Главя 7. Какая нездержанность. Какая грубость. Ну-ка, 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 ну-ка. Ну вот, стало полегче. Перерыв. Очень хочется, чтобы этот матч не кончался никогда. Такого зрелища я давно не видел. По такому скромному результату первого тайма могу сказать, что вратарская школа в последнее время достигла грандиозных высот. Я бы даже не решился предположить, каким образом можно обескуражить этих голкиперов во втором тайме. Перерыв. И игроки уходят с поля, не забив ни одного гола. Аяк силен. Аяк сейчас очень силен. Как-то вот так вот все совпало. И теннисская мудрость. И задор игроков. В общем, есть на что посмотреть. В последнее время пассажир набрал очень хорошую форму. В общем, полностью соответствует своему гордому названию. Это же, в конце концов, Парис Энджер Менджи. А не какая-нибудь другая команда. Да, играют здорово. В последних матчах ничего не скажешь. Лавиаси. Это так и смотрится голевой. В последние недели мы убеждаемся, что когда у нападающих идет игра, они, конечно, станут главными героями команды. Вот эти вот ликующие объятия, внимание, трибун, да, первые полосы газет. Иногда это увлечет к такому расслабону. Да, безусловно. Но от этого невозможно избавиться. Я вот тоже сейчас ловлю себя на мысли, что сижу и жду каких-нибудь парочку классных голов вот от этих ребят. И почему-то мне кажется, что они не обманут. Мотан. Какой красивый пас. Мяч уходит на угловой. Как красиво подкручен мяч. Ну что за медведь такой в свои ворота бьет, а ну автогол. В свои ворота. Да нет, ну понятно, что он не нарочно, но кому от этого легче? Ну что ж, теперь после этого автогола преимущество сводится почти что к минимуму. Ван дер Рим. Макс Эл. Отличный пас. Ван дер Рим. Я думал ошибется. Перехват. У соперников еще есть шанс отыграться, но времени мало. Но этот парень оказывается с неплохим пасом. Не дает бить. Эриксон. А вот и вполне голевая атака. Главя си. Главя си. Удар. Гол. Отлично. Они забили гол. Превосходный гол. А какой пас голевой был отдан. Ну пока мы смотрим повтор, команды уже возвращаются на центр поля. И главное, за этим повтором не пропустим. Звучит свисток арбитра. Да, сегодня мы увидели борьбу нервов, борьбу самолюбий. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok